Приветствую всех, друзья! Продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Следующий соперник забитый Магомед Шарипов. Александр Ибьяненко оставил послание Магомеду Исмаилову. Джон Джонс высказался о Хабибе Нурмагомедове и многое другое. Ну что ж, всем приятного просмотра и мы начинаем. А начнем мы с главного героя этой недели Джона Джонса, который в эти выходные попытается сотворить историю и побить рекорд по защите титулов UFC. В недавнем интервью король Pound for Pound порассуждал о том, кто больше достоин занимать первую строчку рейтинга. Он сам или же Хабиб Нурмагомедов? Я считаю Хабибу невероятным бойцом. Он проделал огромную работу, представляя UFC. Он великолепный посол нашего спорта. Но если вы зададите вопрос ММА-экспертам обо мне и о Хабибе, я думаю, что большинство людей скажут, что у нас совершенно разные резюме. У меня за плечами столько побежденных чемпионов мира, а многие победы Хабиба были одержаны в боях с относительно неизвестными бойцами. Я дерусь с легендами с тех пор, как мне чуть перевалило за 20 лет. Об ударке Хабиба особо и нечего сказать. Я правда не хочу обижать своих коллег-бойцов. Я не намерен как-то задеть их. Я счастлив за каждого. Некоторые ребята чуть более популярны и делают чуть больше денег. Это всегда было довольно субъективной вещью. Но к тому времени, когда я уйду из спорта, я не думаю, что по этому поводу будут какие-то споры. Сказал Джонс. Друзья, делитесь мнением. Во-первых, сможет ли Джонс провести очередную защиту титула, тем самым побив очередной рекорд. Ну и, конечно же, что думаете на счет рейтинга Pound for Pound? Согласны ли вы с бойцом? Ну а мы двигаемся дальше. Забит Магомед Шарипов с высокой долей вероятности проведет свой бой на турнире UFC 249 18 апреля в одном карте с Тони Фергюсоном и Хабибом. Главный вопрос заключается в том, кто же станет его следующим соперником. С точностью известно, что этот поединок будет претендентским. А вот по поводу соперника сам Забит немного намекнул в недавнем интервью на канале Бастанов. Как вы поняли, скорее всего соперник станет Брайан Артега, так как у других конкурентов на данный момент травмы. Более того, уже позже стало известно из многих порталов, что бой между Забитом и Артегой уже находится в разработке. Напомню вам, что Брайан Артега последний раз выходил в клетку аж в 2018 году. Все мы знаем, что он серьезный джитсер. Но вполне вероятно, что такой длинный и простой может сказаться на бойце. Забит же, в свою очередь, находится на пике и, как говорится, в боевом тонусе. В этом плане, конечно же, у нашего бойца будет преимущество. Ну а в целом по бою, ребят, можете написать в комментарии ваше мнение. Посилом ли нашему бойцу выиграть Артегу и считаете ли вы его самым опасным соперником для Забита? Мы не только ждем предстоящий бой Магомед Шарипова, но и также, конечно же, бой Александра Емельяненко и Магомета Исмаилова. Подготовка у бойцов в самом разгаре и у каждого она своя. До сегодняшнего момента этот бой пытался раскачивать только Мага Исма, который старался всячески подколоть и как-то разогреть интерес к поединку. Но сегодня подключился и Александр. В своем стиле, со своим юмором, но все же попытался задеть соперника. Здрасте, здрасте, всем, люди добрые. Я тут слышал Мага и смотрел, что ты на просторах интернета прям наговорил много всего и лишнего. Мага, слушай, мужчина, это моя жизнь. Я романтик. Выпил, подрался в тюрьму. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится. Ты не думаешь, что я вот сейчас вот заехал и все, и ты теперь чемпион. Да и не. Я именно так и живу. Это вам правильным. Да, неведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься. Бить тебя буду с обеих рук. Удачи. Сегодня, кстати, состоится и пресс-конференция, где точно нам стоит ждать много интересных событий и подколов с обоих сторон. Очень завидую тем, кто там будет присутствовать. Такие мероприятия, конечно, не хотелось бы пропускать. Ну а сам поединок, кто не в курсе, придет 3 апреля и остается чуть меньше месяца. Ну и напоследок. Абдул-Аманаб Нурмагометов высказался насчет предстоящего боя своего сына с Тони Фергюсоном, а также рассказал, что думает о сопернике. Для Хабиба Тони не был опасен никогда. Просто он хороший боец. Были более опасные ребята, первым главным. Я об этом говорил и сейчас говорю. Он боец, от которого можно ждать опасность в течение 25 минут. Он очень вынослив, он опытен. Он осырит побед, он уверен. Но все-таки я думаю, мы классом выше. Я бы сказал, Тони Ростов выше, сухошавый, держит себя в форме. Ну это тоже играет свою роль. Но человек, который набирает вес мышечный, и для него это чуть-чуть разные вещи. Мы возьмем, допустим, тело мексиканца или возьмем, допустим, с Европы. Вы же понимаете, сколько, допустим, с лишним весом мексиканцев. Их единицы. А в Европе каждый второй. Согласны ли вы со словами Абдулманапа и Нурмагомедова, пишите, что думаете. А на этом у меня все. И я хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Можете поддержать его и лайком. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг все еще не подписаны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok